Разберем задачку, которая перед нами. У нас есть 30 рабочих, которых нам надо разослать на два объекта. И мы беспокоимся только о том, чтобы как можно меньше им заплатить. Вот они, эти 30 человек. И условие задачи такое. Если на первом объекте работает P человек, то каждому из них надо платить вот столько. 200 умножить на P. Здесь написано не 200 рублей, а 200 умножить на P. Это условие на первом объекте. А на втором, если работают какие-то P человек, то есть сколько-то, то каждому из них мы платим вот столько. Выходит вот что. Чем больше мы народу посылаем на первый объект, тем больше у каждого из них на первом объекте зарплата. То есть, если там всего один человек работает, то он получает 200 рублей. Если два человека, то каждый из них по 200 умножить на 2, то есть по 400. Если там три человека, то каждый из них получает по 600, ну и так далее. И примерно такая же, но посложнее немного ситуация на втором объекте. Итак, еще раз. Нам хочется как можно меньше потратить на зарплату. Сейчас будем выяснять, каким образом мы можем это сделать. Сначала на примере. Допустим, что мы с вами 10 человек послали на первый объект. Ну, а оставшихся 20 на второй. Конечно, мы обязаны полностью использовать трудовой ресурс. Мы не можем каких-то людей оставить вовсе без работы, потому что тогда задача была бы бессмысленной. Мы могли бы вообще никого никуда не посылать и никому ничего не платить. Всех 30 надо обеспечить работой, всем что-то придется заплатить. Так вот, именно при таком раскладе, я его взял от фонаря, при таком раскладе получается вот что. Каждому человечку на первом объекте мы платим по 200 умножить на 10 рублей, то есть по 2000. Но поскольку людей там всего 10, то суммарно мы на эту зарплату, на зарплату рабочих первого объекта, потратим 10 раз по вот эти самые 2000. То есть 20 тысяч мы выложим на зарплату работникам первого объекта. А на втором объекте, тогда выходит такая ситуация. Каждый человечек на втором объекте получает 50 умножить на 20, да еще плюс 30 рублей. То есть, ой, 300, прошу прощения. Это получается 1300. 1300 каждому. А поскольку их всего 20, то суммарно на этих работников второго объекта мы потратим 20 умножить на 1300, и это будет 26 тысяч. Вот так. Значит, при таком распределении рабочей силы мы раскошелимся на 46 тысяч. Вот. Ну, это был пример. На первый объект можно послать из этих 30, ну, любое количество людей, только же целое. Или этих, конечно, мы не будем. Значит, от 0 до 30. Всего 31 вариант. 0 человек на первый объект, 1 человек на первый объект, и так далее, и так далее. Ну, 31 вариант перечислять вручную и считать в каждом случае зарплату, это утомительно. Поэтому мы сейчас в общем виде с этим обойдемся. А именно, пусть на второй объект идет х человек. Мне почему-то кажется, что со второго удобнее сейчас начать будет. Итак, пусть на второй объект мы послали х человечков. Соответственно, тогда на первый идут все оставшиеся, все остальные. То есть 30 минус х. 30 минус х. Да, разумеется, х от 0 до 30. Не отрицательное число, не больше 30. И еще оно целое, но мы это потом учтем. Считаем зарплату. На первом объекте каждый из них получает 200 умножить на 30 минус х, потому что их именно вот столько, 30 минус х. И то, что я сейчас написал, это зарплата одному человеку. А поскольку их тоже 30 минус х, то всего мы на зарплату это потратим вот столько. Еще раз. 30 минус х человек первого объекта получают вот по столько каждый. Молнистой чертой зарплата одному, она умножается на количество работников. Плюс зарплата, которую мы потратим на втором объекте. А на втором объекте х людей, значит, каждый из них получает 50х плюс 300. Ну, а поскольку всего их х, мы опять же умножаем это на количество людей и получаем сумму денег, которую мы потратили на зарплату работникам второго объекта. Х человеком. Я хотел зеленым для красоты. Х человеком. Да что же ты так? Опять не то. Х человеком. И в третий раз не то. Х человеком вот по столько каждому. О! Вот так. Вот то, что я сейчас написал, вот это все, это и есть суммарная зарплата, которую мы выплатим за день за этот нашим работникам. И нам надо ее минимизировать. Как мы можем ее минимизировать? Ну, какой-то х надо так подобрать, чтобы вот эта величина стала как можно меньше. Сначала мы, конечно, эту величину упростим. И получится у нас вот что. 200 умножить на 30 минус х в квадрате плюс 50х в квадрате плюс 300х. Раскрываем скобки с квадратом. 200 умножить на 900 минус удвоенное произведение 60х и плюс х в квадрате. Ну, а оставшиеся два слагаемых пока без изменения. Кэффициенты тут большие, но вот чтобы немножко упростить это, я бы 50 вынес за скобку. Выносится ведь за скобку 50 из всего этого безобразия. И тогда в скобке останется вот что. Когда я множитель 50 занял у 200, осталось 4. Значит, получается 4х 900 минус 4х 60, то есть минус 240 и плюс 4х в квадрате. А из оставшихся двух слагаемых 50х в квадрате плюс 300х а по вынесении множителя 50 остается просто плюс х квадрат и плюс 6х. Так, что-то я... А, вот здесь х забыл. Секунду. Тик-тик-тик-тик-тик. Вот здесь должен был стоять х. И это... Это вот этот х, который я вначале просто упустил из вида. Значит, минус 60 как превратилось в минус 240? Я 50-то вынес, но 50-то я вынес вот отсюда, здесь умножитель 4 остался. Вот он-то и умножается на все, что внутри скобок. 4 на 60 это 240, ну и знак минус там, как стоял, так и стоит. Упрощаем еще раз окончательно. 50 умножить на... А в скобках квадратный и трехчлен. Квадратный и трехчлен. 4х квадратный и х квадратный это 5х квадратный. Минус 240х плюс 6х это минус 234х. Ну и плюс 4х до 900 это 3 600. Вот, ну дальше упростить уже это дело не получится. Х был некрасивый, я ее перепишу. Получилось тоже не очень, но лучше, чем было. Так вот, вот еще раз. Общая сумма денег, что мы выплатим за день этим самым людям в зависимости от х, где х это количество людей, посланных нами на второй объект. Теперь, как бы найти минимальное значение вот этой величины, и при каком именно х оно достигается, это минимальное значение, то есть сколько людей послать на второй объект. Как это узнать? Перед нами квадратичная функция, квадратный трехчлен. Вспомним, что график квадратной функции это парабола, нас она интересует на отрезке от нуля до 30, потому что х меняться может только так. Ну и поскольку, кто помнит, поскольку коэффициент при квадрате, при х квадрат, вот при этом положительный, парабола рожками смотрит вверх. То есть она какая-то вот такая. И видно, что где-то посередине, ну можно догадаться, должна быть, видимо, точка минимума. То самое значение х, которое обеспечивает наименьшее значение всего, всей вот этой суммы денег. Как найти это х минимальное? Это мы учили еще в школе. Учат сейчас школьников этому. Значит, абсцисс совершены параболы, ну если парабола задается в координатах х и у выражением а х квадрат плюс b х плюс c, то абсцисс совершены парабола это минус b на 2а. Если бы парабола смотрела рожками вниз, то есть если бы при х квадрат минус стоял, то тогда бы это было не х минимальное, а х максимальное, но сейчас нас это не волнует. В нашем случае коэффициент а равен 5, вот он, коэффициент при х квадрат, коэффициент b равен минус 234, знак тоже мы учитываем, минус, и стало быть всего х минимальное в нашем случае получается минус минус 234 разделить на дважды 5, да, то есть 20, 234 разделить на 10, ну в знаке минус на минус, дал плюс, 23,4. 23,4. но поскольку, видите, не целое получилось, а мы-то людей делить не можем, значит, по-настоящему минимальное значение этого выражения достигается при х, равном либо 23, либо 24, 23,4 между находится, вот, покрупнее возьмем этот участок оси х, 23,4, где-то здесь, и значит, на самом деле минимальное значение достигается по целым х, либо в точке 23, либо в точке 24, ну, исходя из симметричности параболы, у нее лево-правая симметрия, она слева такая же, как и справа, можно заключить, что поскольку точка 23 поближе к этому минимуму, здесь расстояние 0,4, а здесь-то оно 0,6, расстояние по горизонтали, значит, в левую сторону, вот сюда, это выражение успеет меньше вырасти, чем вправо, поэтому минимальное значение нашего выражения, нашей функции достигается, вот здесь, при х, равном 23, 23 человека нам надо послать на второй объект, стало быть, на первый пойдут 7, ну, а уж посчитать, сколько именно денег мы им выплатим, это дело такое, несложное, можно просто взять вот это выражение, подставить туда вместо х, 23, кстати, пожалуй, удобнее даже будет сделать вот в таком виде это, как здесь написано, потому что 30 минус х, дело приятное, при х, равном 23, 7 это небольшое число, и там, наверное, посчитается быстрее, ну, в общем, какая именно суммарная зарплата, мне неинтересно, а почему именно вот такое распределение рабочих, вот, пожалуйста, просто.